Всю сознательную жизнь боролся с коррупцией. И пришел, надеясь, с Навальным все это докончится. По заслугам получит каждый преступник. А можно вообще сравнить вот эту ситуацию? Фашисты хотели захватить во время Реликой Отечественной войны Россию, для того, чтобы ее грабить. А сейчас что со страной происходит? Как вы считаете? Разница, конечно, есть. Разница есть. Сейчас фашисты это наши враги. А коррупционеры? А это тоже, да, только уже свои. Свои внутренние. Но, по-моему, во время Великой Отечественной войны к предателям еще хуже относились, чем к фашистам. А сейчас почему коррупционеры, они чувствуют себя вольгодным в России? А потому что власть такая у нас. Газета «Московский комсомолец» задала вопрос читателям. «Борется Путин с коррупцией или нет?» 3% ответили «Борется». 97% ответили «Не борется». Вот и все ясно. Отчего это происходит? Я знаю, коррупционеров мы все знаем. Они все известны. Организаторы коррупции. Не известно, но это да. Сердюков спросили. Чубай, Медвегов, Шубавов. Не знаю, как для кого, но для кого-то, наверное, Навального это лозунг. Владимир Владимирович, для меня, допустим, что вы действительно отходит на всех мероприятиях. А почему вы выступали на нашем с Навальным месте? С Навальным вы выступали? Вот на этом месте. Ну, я думаю, что это самое... Это самое искреннее свидетельство того, что вы там не человек, не проплаченный госдепом, как всегда говорят Навальному. Вам Америка не платит ни Трамп, ни Обама. Ну, странно.